Дорогие братья и сестры, сегодня для нашего общего назидания перед молитвой хотел прочитать текст, который говорит о сегодняшнем событии, о Вечере Господней. Только прочитать хотел из Евангелия Луки, 22 главе, и только 20 стих. Прочитаем, посмотрим, что здесь Господь хочет нам сказать. Луки 22, 20. «Так же и чашу после вечера, говоря, сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Мы эти стихи часто слышим каждый месяц, но я хотел обратить наше внимание на одно выражение, которое здесь сказано. «Новый завет в моей крови». Об этом я сегодня хотел поговорить. В наше время, может, мы не так много значения придаем самому слову завету, завет, но вся Библия говорит о заветах, о разных заветах, которые были с людьми. Бог заключал заветы с людьми. И это есть библейский принцип, который говорит о кровном завете. Всегда завет был подтвержденный кровью. И Христос здесь говорит, «Я новый завет даю вам в моей крови». И, как мы знаем, наша Библия, она разделена на две части. На Ветхий завет, в котором были разные заветы, и на Новый завет, который Господь Иисус заключил с нами. И есть только один Новый завет. Никогда не будет нового, которого Господь повторит. Поэтому у нас есть только один шанс, у нас только есть одна возможность стать участниками этого завета. И об этом сегодня я хотел поговорить. Ведь многие заветы Господь заключал с людьми, с Ноем, с Авраамом, с Моисеем, с Давидом. Господь заключал. Но есть один завет, который заключен между двумя человеками. Между одним очень важным человеком и другим человеком. И об этом завете я сегодня еще хотел поговорить. Потому что, чтобы понять важность этих слов, нам немножко нужно дальше посмотреть, как сильно ценился завет между двумя человеками. И как вот этот завет, что это значит для нас, когда Иисус говорит, «Я Новый завет в моей крови заключил с вами». Хотел поговорить сегодня о завете, который заключил Иоаннафан с Давидом. Это очень важный был завет. Мы знаем, что все благословение, которое имеется для нас, которое записано в Библии, оно зависит от нашего отношения к завету. Какое мы отношение с Господом, связи с заветом, который Он заключил для нас. И для этого я приглашаю, давайте мы вернемся в Ветхий завет, чтобы немножко посмотреть об этом завете. Этих двух человеков, которые так любили друг друга. Мы будем читать из книги Царств, 18 глава, несколько стихов и другие главы. 18 глава, первая книга Царств. Давайте прочитаем первых три стиха. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу, и взял его Саул в тот день и не позволил возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу». Здесь в нашем переводе используется слово «союз», но это слово говорит о завете. Это, в принципе, одно и то же, но здесь во всех английских переводах используется слово «covenant», «завет». Они заключили завет, и он был обязательно подтвержденный кровью, кровью животного. И вот мы видим, что здесь два человека, которые настолько любили друг друга и не хотели, чтобы Давид не хотел, чтобы Иоаннафану было плохо. И Иоаннафан не хотел сделать что-то Давиду плохого, и они заключили завет друг с другом. И сегодня я хотел обратить внимание на три здесь вещи, которые важны в связи с заветом. Первое, мы посмотрим, как кровный завет действовал при жизни Иоаннафана. Потом мы посмотрим, как кровный завет действовал даже после жизни Иоаннафана. И последнее, мы обратим внимание, как это связано с нами, что завет этот дает нам, и как он влияет на нас сегодня. Мы видим, что этот завет был очень важный, потому что если бы Иоаннафан не защищал Давида, могло бы такое случиться, что и Саул бы его поразил, потому что много раз Саул хотел его убить. Мы знаем, что Саул был царем, Иоаннафан был наследником, он должен быть царем после Иоаннафана, после Саула. Но вот здесь что-то произошло, что изменило сердце Иоаннафана. Он настолько впечатлен был после поражения Голиафа, когда Давид пошел, все остальные боялись, и Давид пошел, поразил этого филистимлянина, и все филистимляне тоже были поражены. И вот мы видим, что Иоаннафан увидел что-то особое в этом юноше, и он его полюбил. И он заключил этот особый, важный завет. И вот если мы прочитаем еще четвертый стих, немножко ниже, здесь говорится, что Иоаннафан сделал. И здесь сказано, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Иоаннафан что-то сделал, чтобы доказать этот завет. Это не было просто слова. Завет всегда был подтвержденным не просто какими-то словами, но и поступками. И здесь Иоаннафан отдает вещи, которые очень важны. Завет и посвящение, они идут вместе. Невозможно говорить, что мы находимся в завете с кем-то, и не отдать что-то от себя. Завет, он непоколебимый. Из-за этого, когда Иоаннафан увидел Давида, и он сказал, я отдаю тебе все. И он отдал три вещи таких очень важные для его. Если мы не понимаем, не вникнем, мы, может, пропустим это и не обратим внимания. Но Иоаннафан отдал вот эти три вещи важные. Первый, он отдал свою верхнюю одежду. Это говорил о его позиции как следующий наследник царства. То есть он добровольно отдал свою позицию. Он говорил, я не хочу идти против Бога, потому что он видел, что Бог поставил другого царя. И он отдал как бы свою позицию. Мы также видим, что он отдал обычные одежды. Он говорит, это как говорит нам о его имуществе. Все, что ему было, он отдал, ему не жалко было отдать. Потому что он помнит, что если бы Давид не поразил филистимлянина этого, то филистимляне бы напали на них, и у него бы ничего не было. Они были бы рабами, и у них бы все забрано было. И он говорит, я все имею только потому, что ты поразил этого филистимлянина. И другой, он отдал свое оружие. Это тоже очень важно, потому что как может Инофан воевать, если он отдал оружие? Он говорит, я не буду воевать против тебя. Я не буду идти, я не буду соперничать с тобой. Я отдаю тебе все, и ты будешь следующим царем. Он отдал как бы свою власть этому человеку. И вот мы видим, Инофан, он доказал свой союз какими-то действиями. Он отдал все, что он имел. Вот если мы посмотрим немножко дальше, на 19 главу, здесь мы увидим, что дальше происходит. Первый стих. «И говорил Саул Инофану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Инофан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Инофан Давида, говоря, отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись, завтра скройся и будь в потаенных местах». Мы уже здесь видим, что Инофан не просто заботится отдать свои вещи, но он заботится защитить своего друга. Он настолько его любил. Если бы Давид появился туда, Саул бы его убил. Вот какой завет у них был заключенный между двумя человеками, которые любили друг друга и любили Бога. Мы знаем, что вначале Саул любил очень Давида, и он его даже не отпускал домой. Но прошло время, когда вся слава шла Давиду, он стал его ненавидеть очень сильной ненавистью. И всю вот эту историю мы видим, как часто Саул хотел убить Давида, но Инофан его защищал. И мы знаем, чтобы короче сказать историю, что Саул и Инофан, они оба были поражены на войне. И, конечно, мы знаем, дом Давида стал возрастать, дом Саула стал уменьшаться, и все меньше и меньше, и Давид стал царем. И вот мы немножко увидели завет, который Инофан имел с Давидом при жизни. К сожалению, Инофан умер. И когда Давид утвердился, все начали думать, вот сейчас он начнет поражать дома Саула, потому что столько зла Саул делал ему. Ну и что дальше было? Мы видим, что вот этот завет, который был у них, он остался в силе даже после смерти Инофана. Кажется, ну все, человек умер, завет кончился. Но так не было, и Давид очень любил его, даже после его смерти. Мы немножко прочитаем, как это выглядело. Давайте перейдем на следующую книгу, это 2-я царство, 9-я глава. И мы увидим, как это выглядело, что завет, который заключил Давид, он продолжался в силе, даже когда умер его любимый друг. Давид знал, что он должен был исполнить этот завет. Видно, когда они договорились, они сказали, даже если кто-то из нас умрет, то мы должны остаться верным этому завету. Также и Христос, он когда он умер, он доказал, что я умер, и завет, даже после моей смерти, он остается верен, и потом он воскрес. Завет остается в силе, даже когда человек умер. Давайте мы прочитаем вот несколько стихов здесь, 9-я глава, 2-я книга царств, 1-й стих. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Янафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду. И сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я бы оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Янафана хромой ногами. И вот мы здесь, немножко уже время прошло, но у него здесь есть такая ситуация, где он хочет оказать милость своему другу Янафану, своему сыну его. Мы знаем, что у Янафана был сын Мимфи Васфей, который был хромой. Он так не родился, он родился нормальным, но когда Янафан умер, то нянька взяла его, схватила и бежала, и он упал. Может быть, она еще его придавила своим весом, и он стал калекой, он стал хромой и не мог сам нормально передвигаться. И вот так его жизнь была окалечена, вот этим падением. И нянька Мимфи Васфей взяла его в пустынное место, город, который назывался Ладивари. Он переводится как пустая земля, место без пастбища, без травное место, сухое, где вообще тяжело было жить. И там Мимфи Васфей проживал. Мы не можем даже сказать, что он жил, он просто выживал, как-то лишь бы не попасть в руки Давида. Вот это все, что знал Мимфи Васфей. Он знал, что Давид ненавидит меня, он знал, что Давид хочет меня убить. Давид есть враг, Давид забрал царство моего отца, моего дедушки. И он, наверное, спрашивает у своей няньки, почему мы живем здесь, в таком месте, когда есть много лучше мест. Она говорит, есть Давид, который тебя ненавидит, и мы убежали от него. Может быть, он тоже спрашивает, почему я калека, вот все мальчики бегают, все нормально, а я хожу так на костылях. Тоже говорит, потому что ты, я скрывал от тебя, от Давида, который хотел тебя убить. Все, что вот он знал, это Давид, есть враг, Давид хочет меня убить. Ненавидь Давида, не попадись ему в руки, а то он тебя убьет. Вот это вся жизнь была Мимфи Васфея. И вдруг тут Давид желает оказать ему милость, и не просто милость царскую, как вот когда человека приводят перед царем, и он может его умертвить или отпустить его. Это была бы милость, сказать, я не убью тебя, но я отпускаю тебя. Но Давид гораздо выше милость хочет оказать, это милость Божью. И мы увидим, в чем это выразилось. Милость Божья. И все, наверное, думали, когда Давид начал узнавать про Саула, что вот сейчас, наконец-то, начнется поражение дома Саула. Вот он сейчас начнет всех убивать, чтобы не было тех, кто претендовал бы на царство. Но вместо того, он, наоборот, всем удивлением, он говорит, я хочу оказать милость. Это был действительно очень важный момент в жизни Давида, когда он увидел, что да, я настолько любил твоего отца, что я хочу оказать милость. И здесь мы видим, Сива сказал, есть сын Мимфивосфей. Мы видим, что Давид, он никогда не знал, никогда не видел Мимфивосфея, но он ему оказал милость, он хотел оказать ему, он сказал, я хочу оказать милость не потому, что ты хороший, не потому, что ты достоин, не потому, что ты что-то можешь мне сделать, но потому, что я был в кровном завете с твоим отцом. Давайте еще прочитаем несколько стихов здесь. Какая реакция была? Вот шестой стих у Мимфивосфея. И пришел Мимфивосфей, сын Янафана, сын Саулова, к Давиду, и пал на лице свое, и поклонился, и сказал Давид, Мимфивосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Янафана, и возвращу тебе все поле Саула отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И вот какое сокрушение этого человека Мимфивосфея. И поклонился Мимфивосфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Какое низкое состояние, как он себя низко считал, у него не было никакого превосходства, он не говорил, что вот я должен был быть царем когда-то, он считается низким, мертвым псом, как он здесь себя называет, как он сокрушился, и говорит, кто я такой, что ты презрел на меня. И вот здесь мы видим, что Мимфивосфей находится в таком положении, где он должен принять решение, принять выбор. Я могу остаться в Ладиваре, в этом пустынном месте, где он постоянно пыль глотал, потому что не было там влаги, не было пастбища, невозможно было хорошо жить. Или я верою приму этот завет, который был когда-то заключен с моим отцом, уже много-много лет назад, и стану участником этого завета. Хотя он его не понимал, он никогда не понимал, как это могут два человека настолько любить друг друга, он только верою должен был принять. И он мог бы сказать, нет, я не хочу жить как царский сын, я пойду жить обратно в пустыню. Пустыня – это есть прообраз мира вот этого греховного. Он мог бы сказать, я пойду туда, но он принял решение. Я не понимаю этот завет, но я хочу жить как царский сын. Это была такая благодать для него. Настолько изменилась жизнь вот этого человека. И, братья и сестры, вот покаяние – это как раз и есть вот это состояние, когда мы видим, что Господь предлагает нам новый завет в его крови, и мы не понимаем, как это все было. Мы не были там, когда Христос умирал. Уже прошло две тысячи лет, но мы теперь участники этого завета, если мы принимаем его верою. Какая сильная перемена произошла у Мимфи Васфея. Вчера он был, как бы сказать, мертвый, жил просто в изгнании, жил где-то в пустыне, не было нормальной пищи, он просто проживал, лишь бы не умереть. И сегодня ему Давид предлагает, ешь с моего стола белый скатерть, все накрыто, все продукты, какие ты только пожелаешь, ешь сколько хочешь, ты будешь каждый день со мной иметь общение. Какой радикальный перемен произошел в жизни Мимфи Васфея. И все это только потому, что два человека были в завете друг с другом. Братья и сестры, какой прекрасный, какая сила вот этого завета. И вот мы увидели, что даже после смерти Янафана завет этот остался в силе. Давайте мы обратим внимание теперь на последнее, на то, как этот завет действует сегодня для нас, что он говорит нам. Вот в том, что мы прочитали в этой картине, мы видим здесь картину Спасителя. Давид, он как бы прообраз Спасителя, потому что для этого человека, который ничего не мог сделать, он его нашел и позвал, сказал, я хочу, чтобы ты был как один из моих сыновей. И так же самое Иисус, он висел на кресте 2000 лет тому назад и простил руки свои, и был прибитый, и пролил свою кровь. И кто висел на кресте? Это был человек, да, но в то же самое время и Бог висел. И вот эта кровь, которая стекала с креста, это было как смешание крови человека с Богом. И вы можете сказать, ну, у Бога не было крови, у Бога нету крови, как? Он же есть Дух. Но в то время, когда Иисус жил во плоти, у Него была кровь, Он пролил свою кровь, и Он вступил в завет, и Он предлагает теперь нам иметь вот эту близость с Ним через завет в крови, который Он нам предлагает. И мы также видим в этом картину грешника. Мимфевосфей – это прообраз грешника, который, как Он стал хромым, как Он стал в таком состоянии, когда Он бежал и когда Он упал. Вот когда Он упал, это прообраз из того, как вот Адам и Ева, они упали в Идемском саду, они впали в грех, и все мы теперь наследники этого. Мы стали грешники, когда мы упали перед нашим Богом. Но Господь хочет нас вырвать из этого состояния и предлагает новый завет сегодня. И слава Богу, что Давид пошел и искал Мимфевосфея. И Бог также нас ищет, Он ищет нас сегодня. Представляете, как бы это глупо смотрелось, если бы Давид не проявил эту инициативу найти этого человека. Но Мимфевосфей сам от себя пришел на своих костылях и стал стучать в дверь дома царского. Он сказал, я хочу быть твоим сыном, я хочу есть со своего стола. Давид бы его прогнал сразу. Он сказал, кто ты такой? Это неправильное было бы проявление со стороны Мимфевосфея. Он ждал, он просто был на милости Давида. Он позвал его, и как благословил его Господь за этого. Мы также видим, что Мимфевосфей, он был обольщен. Вот эта нянька, которая выхватила его и убежала, она постоянно ему говорила, Давид, он твой враг. И знаете, братья и сестры, дьявол сегодня говорит, что Бог, Он не хочет тебя простить, Он не может тебя простить. Ты сильно много нагрешил. Бог, Он не хочет тебе благость дать. Но вот мы здесь видим, что Мимфевосфей, он поверил словам Давида, когда он сказал, я хочу тебя простить. Может быть, другие люди ему говорили, нет, Давид, просто обманывай тебя, он тебя убьет. Но он поверил, он видел в Давиде что-то особое. И знаете, многие люди так и думают о Боге, что Бог, Он только хочет меня осудить, Бог не хочет мне дать что-то благое. Но представьте себе, какую благодать простер Давид для Мимфевосфея, когда он каждое утро, каждый вечер мог есть закрытым столом, накрытым столом все, что он хотел. И также сегодня Господь предлагает вот этот стол, вот это благословение. И благодать, которую мы имеем во Христе, намного выше той благодати, которую Давид явил Мимфевосфею. И что мы, братья и сестры, сегодня имеем в этом кровном завете? И что Мимфевосфей имел? Мимфевосфей, он получил прощение царя, это было ему очень важно. Теперь он не боится, что Давид его убьет, он его простил. И также мы, мы во Христе, мы получили прощение. Мимфевосфей, он также получил наследство, он получил наследство вместо того, чтобы получить осуждение. Все, что он имел, оно было забрано у него. Но Давид вернул ему все вот это наследство своего дедушки, Саула. И также мы, когда мы приходим ко Христу, мы становимся наследниками Бога живого. И все, что он дает нам, это такая великая благодать для нас сегодня. И он также получил общение с царем. И здесь четыре раза в этом повествовании сказано, что я хочу, чтобы ты ел за столом со мной, чтобы ты был в близости. И Мимфевосфей стал как один из сын. Давид стал ему как отец, и он видел его каждый день. Общение, вот это и есть христианское общение. И сегодня мы будем общаться за столом. Мы вспоминаем живого Христа, которому мы имеем общение, с которым мы можем сегодня присоединиться и быть ближе. Мимфевосфей никогда бы не знал Давида, если бы он его не пригласил. И последнее мы имеем, он стал родным Давиду. Он не был теперь просто каким-то изгнанником. Он стал как одним из сынов Давида. Мимфевосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. Ему дали новую одежду. Он сидел, даже не видно было под столом, что он не может ходить. Он был полностью, имел полное право всех сыновей. Какая это благодать для нас сегодня. Братья и сестры, мы будем заканчивать. У нас будет время помолиться сейчас. Но вот, знаете, дьявол, он будет часто говорить, ты недостоин. Столько раз ты падаешь, столько раз ты согрешаешь. Но мы не должны спорить с дьяволом. Мы просто должны обратить внимание и показать на завет в крови. Мы прочитали, что Господь, он оставил новый завет в своей крови для нас. И мы не понимаем все детали этого завета. Мы не участвовали напрямую в нем. Мы просто становимся участниками, когда мы верою принимаем его и говорим, я в завете со Христом. И теперь дьявол не может нам сделать зла, потому что мы в новом завете. И знаете, по самом конце книги евреям сказаны такие слова, что кровью завета вечного, что этот завет, он вечный, он всегда будет в действии. И у нас есть только один шанс в жизни, когда мы можем принять его. Если мы подождем, может, что-то новое будет, этого не будет, только один завет, он вечный. Братья и сестры, готовы ли мы уступить Иисусу в нашем месте, как Мимфеосфей уступил, и как Янафан, он уступил Давиду. Янафан, он видел особое что-то в Давиде, и он уступил ему. И также мы сегодня можем уступить, чтобы Господь правил нашей жизни. Примите сегодня этот кровный завет, как веру и как Мимфеосфей принял. Он стал есть со стола, он стал иметь столько благодати, столько милости. И у нас сегодня есть тоже милость Божия, когда мы можем прийти к нему. Давайте мы помолимся, и кто имеет желание, обратитесь в молитвах. Слава ему за все. Аминь. Аминь. Аминь.